Иисус Назарянин Сегодняшнее евангельское чтение раскрывает перед нашим взором чудо исцеления Господом нашим Иисусом Христом, Иисус Назарянин Размышляя над словами, сказанными Господу одержимым, блаженный Феофилакт Болгарский замечает, «Нечистый не сказал Христу «Ты свят», поскольку и из пророка многие были святы, но сказал «святый», то есть единственный по природе своей святый. Тем самым бес показывает, что Христос – непростой человек, пусть даже и праведный, но сам Бог. То, что нечистый дух назвал Иисуса Христа святым Божьим, вовсе еще не значит, что бес верил в Господа так, как верили в Него многочисленные сонмы святых и праведных людей. Блаженный Августин по этому поводу пишет следующее «Вера сильна, но нет в ней пользы, если она без любви». При этом блаженный Августин сравнивает исповедание Христа, прозвучавшее из уст бесноватого, с тем исповеданием, которое выразил святой апостол Петр. Так блаженный епископ Ипонийский спрашивает, почему был прославлен Петр, почему он прослыл блаженно? Потому что сказал Господу «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Но ведь не слова он выразил, а состояние сердца, оно и сделало его блаженным. То же говорили и демоны «Знаем, кто ты, ты Сын Божий». Сына Божьего исповедовал Петр, сына Божьего исповедовали демоны. Разница же между ними в том, что Петр исповедовал Господа с любовью, а бесы в страхе. Именно потому, что бесовское исповедание было лишено любви, Господь запрещает демону и повелевает выйти из несчастного человека. И бес, как гласит Евангелие, сотрясший его и, скричав громким голосом, вышел из него. По словам святителя Иоанна Златоуста, трясение демона объясняется тем, что нечистые духи более всего боялись приблизиться ко Христу, полагая, что любое присутствие рядом с Ним чревато их гибелью. Однако почему Господь Иисус Христос запрещает нечистому духу разглашать людям, что Он не просто Христос Мессия, но Сын Божий? По словам святых отцов, Господь не хочет слышать исповедание из уст лукавых демонов, потому что такое исповедание недобровольно, но принудительно. Бесы знают о своей участи и знают, кто их будет судить. И от одной мысли о том, что перед ними стоит их будущий грозный судья и обличитель, их трясет и ломает. Данное чудо ошеломило присутствовавших в тот день в синагоге людей, и они стали спрашивать друг друга, что это, что это за новое учение, что Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему. Но опять-таки, указанные слова, произнесенные удивленными иудеями, вовсе не стали подлинным и искренним исповеданием их веры во Христа Спасителя. Иудеи в очередной раз увидели в Господе великого чудотворца, но не Бога, спасающего их от власти дьявола и смерти. А потому их слова не имели в себе любви, а значит, и не могли повлиять на их душу. Читая сегодняшнее Евангелие, мы должны помнить о том, что такое подлинное исповедание Бога. Исповедание Бога — это не одна только вера в Него, потому что, как мы знаем, и бесы веруют и трепещут. Подлинное и истинное исповедание Бога — это вера, соединенная с любовью. Святитель Феофан Затворник пишет, «Вера и исповедание — две стороны одного и того же. И более того, вера, будучи определенной внутренней силой в сердце человека, когда проявляется во мне, становится исповеданием». Очень часто в своей жизни мы более внимания уделяем именно вере, забывая при этом, что вера должна иметь свое проявление. Исповедание — это именно и есть такое живое проявление нашей веры. Вера без исповедания — это лишь теория без практики. И если мы желаем унаследовать вечность вместе с Господом нашим Иисусом Христом, мы должны не просто лишь верить в Него, но и быть готовыми доказать нашу веру на практике путем ее исповедания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok